Друзья, привет! Сегодня 1 ноября 2020 года. Мы посмотрели с единомышленницей Вести Алтай. Это сегодня выпуск был про команду, ой, народный контроль. И нас возмутила эта новость. Вот мы с единомышленницей решили это все как бы прокомментировать. Здравствуйте, дорогие единомышленники, добрые люди. Я тоже хотела бы сказать, в свою очередь, прокомментировать Вести Алтай. Я посмотрела тоже новости за 1 ноября 2020 года. Так, меня затронули тоже недостойные комментарии, которые почти были как нападки на Марию Пономаренко и на всю группу народного контроля города Барнаул. Так как я неравнодушно отношусь к тому, что происходит вокруг нас, я хочу тоже выразить свою точку зрения. СМИ, которые обещают с экранов телевизора новости, большую часть правды искажают. Люди добрые. Хочу спросить, за что такие нападки на Марию Пономаренко? Этот человек абсолютно искренний, с чистой и прозрачной душой. Она действительно затронула больной вопрос по маскам. Это для всех сейчас больной вопрос и для старших, и для младших, и для всего поколения. Она, желая предоставит, этот человек абсолютно достойная нашей, как сказать, нашей, ой, нашей Родины. Она любит Родину свою, она обращает на все, абсолютно на все внимание, то, что творится вокруг нас. Желая предоставить... Ой, все, что-то я запуталась вообще. Вы не волнуйся. Она действительно подняла вопрос по маскам. Желая предотвратить это самоуправство губернатора Томенко. Так как его постановления и указы, они юридически незаконны. И ни одна его бумага им не подписана и не заверена никакой мокрой печатью. Это говорит о том, что он снимает с себя всю ответственность и направляет все стрелы на народ низшего ранга. Это такие, как кондуктора, водители, таксисты. Да, продавцы, таксисты. Ну вот, я хочу пояснить, идет просто стравливание людей. А Мария Пономаренко, она очень достойная мама, прилежный семьянин, любящая жизнь свою и свою Родину. Она действительно отстаивала свои законы и права, и в том числе люди наши с вами тоже права. Ведь в мини вот эти вот маски, они могут оказаться и остаться навечно. Тем более, уже медученые уже кричат во всеуслышание, что маска не спасает, а лишь только усугубляет наше здоровье. В первую очередь происходит кислородное голодание. Если это кто-то не верит, этом очень много информации можно найти в интернете, о чем это говорится. Лично мы поддерживаем группу народного контроля города Барнаул. Прежде чем осуждать эту группу и Марию Пономаренко, нужно знать истинную правду. А полезнее всего знать наши права, законы и Конституцию. Конституцию еще никто не отменял. А то, что Мария Пономаренко нагрубила водителю, это не говорит о том, что она провокатор. Респект Марии Пономаренко и Барнаульской группе. Респект. Мы поддерживаем. Мы с вами, друзья. Мы любим вас. Ну, Лили волновалась. Первый раз перед камерой, да? Ну, да. Да. Ну, я еще от себя скажу. Так как я нахожусь часто в больницах. Вот. Сейчас опять ехать. Сегодня мне ночью. И я стал наблюдать и свой контент изменил. Короче, у меня был антипутинский такая тема. А сейчас он антимасочный контент у меня на моем канале. Вот как-то так. Ну, от себя скажу, что маска это ни от чего не спасает. Это врачи, врачи мне, вот адекватные врачи мне говорят, которые меня лечат. Она от вирусов тем более не спасает, а спасает от штрафов. Мы не до сих с юмором, да? Да, да. Так что мы единомышленники. Леонард, Саша, Юля, мы вас поддерживаем. Мария, за тебя респект, молодец. Да, мы душой болеем. Да, да, да. За всю группу и за вас. Да, ну, записываем-то мы первый раз с тобой вдвоем. Ну, научимся, как бы так. Ну, да. Ну, на этом пока всем. И пока мы не прощаемся. Да, пока не прощаемся. Поеду завтра в город. Трамвай, наверное, остановлю. Сам лично. Так что, друзья, дедусик с юмором остановлю трамвай. Просто один я зайду и остановлю. Весь город парализую. Ну, не могу я без юмора. Молодец. Ну, ладно, давайте. Всем пока. Ну, еще маску сейчас мне сшить надо с надписью. Но это я потом отдельно, может, сегодня запишу ролик. Всем пока, всем респект. Поддерживаем группу.